Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. То, что весь день обсуждает вся страна и мир. В России объявили частичную мобилизацию. Разбираемся, что это значит? Когда в Барнауле стартуют отопительные сезоны? Готов ли к нему город? Необычная находка в несколько метров. Что нашли строители во время работы на речном вокзале? Владимир Путин объявил сегодня о частичной мобилизации в России. Новость активно обсуждает все население страны. Запросы в Гогол выросли в разы. Родственники и друзья людей призывного возраста запрашивают, кто все-таки будет обязан явиться на призывной пункт. Моя коллега Анастасия Дороган общалась с алтайскими экспертами. Передаю ей слово. Частичная мобилизация начинается с сегодняшнего дня, с 21 сентября. По заявлению Минобороны, стране нужно набрать 300 тысяч резервистов. Причин несколько. Как сообщает АС, линия фронта растянулась. К тому же не прекращаются обстрелы российских приграничных территорий. Главный вопрос у всех мужчин призывного возраста и их родственников – кто подлежит мобилизации. Указ опубликован только что, буквально несколько минут назад. Касается лиц, которые ранее проходили службу в вооруженных силах. Тех лица, которые службу в вооруженных силах не проходили, этот указ не затронет. В Госдуме поясняет, в первую очередь будут мобилизовывать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Еще одна категория – выпускники военных кафедр. Их могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы. Однако фактор возрастного потолка не уточнен. Большинство людей ближе к предельному возрасту службы уже имеют ряд хронических заболеваний, не очень хорошую физическую форму, поэтому вполне можно допустить, что эти лица просто не пройдут медицинскую комиссию. В данном случае сейчас больше будет упор делаться на лиц, которые, скорее всего, совсем недавно прошли воинскую службу, в ближайшие 5-10 лет, которые демобилизовались. Вот это, скорее всего, их в основном коснется. А что делать, если молодой человек или мужчина не хочет служить? По словам адвоката, об этом позаботились. Еще не вступили в силу, но уже прописаны изменения в уголовный кодекс. Введено понятие мобилизация, военное время, перечислены отягчающие обстоятельства. Дезертирство – 15 лет тюрьмы, симуляция болезни – 10 лет. Говорить, что какой-то широкий простор для того, чтобы откосить, появится? Ну, я сомневаюсь, потому что сейчас как раз над этим тоже будут следить очень активно и очень внимательно. Поэтому надо быть очень смелым человеком, чтобы поставить ложный диагноз, зная, что его будут проверять, перепроверять. Тем временем, по данным нашего источника, в военной части Подолейском идет вторая неделя боевой подготовки алтайских добровольцев, чтобы через месяц отправиться на места боевых действий. Политолог Константин Лукин уверен, что жители страны откликнутся на призыв государства и массовой мобилизации не будет. У нас не что-то большое критическое. И вот здесь действительно термин специальной военной операции больше отражает действительность, чем мобилизация. Это война, это перевод всех на военные рельсы вообще. А режим КТО, например, если все-таки ведут режим КТО, он позволит охватить новоприсоединенные четыре территории, да, и, например, вот там две-три близлежащие, которые в том числе страдают, да, и при этом перевести это все именно в контртеррористическую операцию. Добавим, что сегодня все ждали от президента объявления референдума за вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Однако жителям сразу объявили о частичной мобилизации. Продолжен. Уборочная кампания подходит к завершению в Алтайском крае. Так, зерновых культур убрано уже 80%. Об этом рассказал на оперативном совещании в Краевом ЗАГС собрании председатель Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов. По его словам, в регионе собрали уже больше 4,5 миллионов тонн зерновых, но общий урожай превысит 5 миллионов тонн. Это среднегодовой показатель для нашего края. Правда, сейчас сложной остается ситуация с низкой закупочной ценой на зерновые. Вот так комментирует ее эксперт. Цитируем. Экспорт остановлен, а главным оператором выступает Турция, что было определено в результате зерновой сделки по Украине. Турция сегодня дает 350 долларов за тонну. Проблему составляет большое расстояние, которое должно преодолеть наше зерно. Также нужно заплатить пошлину в размере 140 долларов. В итоге цена складывается порядка 10-12 тысяч рублей. Правда, Сергей Серов выразил уверенность, что ситуация скоро разрешится в нашу пользу, ведь другие страны тоже хотят есть. Кроме того, сейчас активно развиваются новые направления для экспорта. Добавим, в край сейчас продолжают убирать подсолнечник и гречиху. А в Барнауле завтра стартует отопительный сезон. В городе активно завершают подготовку жилого фонда к зиме. Сети двух тысяч домов уже заполнены водой. Подробнее в сюжете. В Барнауле почти три тысячи многоквартирных домов. Большая часть, по словам специалистов, уже готова к запуску тепла. Прессовали систему отопления, промывали систему отопления. При опрессовке, где выявлялись замена задвижек, необходимо было поменять часть трубопроводов. Это все делалось для того, чтобы пройти отопительный сезон в полном порядке. Подавать тепло в жилые дома должны уже с завтрашнего дня, 22 сентября. Но распоряжение о начале отопительного сезона в Барнауле еще готовится в администрации города. Как только документ будет принят, управляющим организациям останется открыть задвижки и тепло начнет поступать в дома барнаульцев. Как правило, коммунальщики включают отопление при среднесуточной температуре воздуха ниже 5 градусов. Но при желании люди могут добиться подачи тепла и раньше официального распоряжения. Для этого нужно провести собрание собственников жилья, отдать протокол о решении в управляющую компанию, которая подаст заявку ресурсовикам. Правда, на сегодняшний день ни одной такой просьбы от барнаульцев не поступало. Но следует отметить, что для того, чтобы заработала вся система в городе, необходим определенный период. Как правило, это две недели. В течение двух недель настраивается отопление на квартире на доме, по стоякам отрабатывается и тому подобное. Внутри домовые сети двух тысяч домов уже заполнены водой для подачи отопления. Всего же нужно подготовить 2863 городские многоэтажки. Елена Макаренко, День с толком. Якорь длиной в несколько метров откопались сегодня в Барнауле. Интересную находку обнаружили на речном вокзале. Это случилось во второй половине дня. Водитель экскаватора начал копать котлован на береговой зоне, примерно в том месте, где еще недавно стояло здание речного вокзала. На глубине двух с половиной трех метров ковш зацепился за что-то, и в итоге была обнаружена интересная находка. Из грунта машинист достал якорь длиной в несколько метров. Точный возраст металлического изделия оценить смогут только специалисты, но, судя по штамповке, его изготовили в советский период. Большая победа, гран-при и золотой диплом получили барнаульские архитекторы на фестивале «Зодчество» в Сибири. От краевой столицы было представлено два проекта – новый корпус «Ранхикс» и реконструкция фасадов общественных зданий. Дмитрий Дроздов общался с руководителем творческой мастерской Александром Дерингом. Впервые фестиваль «Зодчество» в Сибири прошел в 2001 году в Иркутске. Тогда участвовали лишь представители Восточной Сибири. С 2007-го к нему присоединилась и Западная. В рамках фестиваля обычно обсуждают вопросы комплексного подхода к развитию территорий, тенденции современного градостроительства и проблемы городской среды. А еще и вручают награды. На этот раз гран-при фестиваля, который проходил в Новосибирске, барнаульские архитекторы получили за новый корпус алтайского «Ранхикс», строительство которого шло около одного года. Отметили его как, ну, как мне сказать, на сегодняшний день выдающееся архитектурное сооружение последних лет. Новое здание «Ранхикс» – это пятиэтажный корпус. В архитектуре здания можно найти образ растущего дерева знаний. Внутри большие аудитории, конференц-холл, пиццерия, теннисные столы и многое другое. Но это не единственная награда барнаульских архитекторов на фестивале «Зодчество в Сибири». Золотой диплом получен за обновление фасада здания на Красноармейском 26. Мы сделали не просто, да, заменили фасады одни на другие, а мы изменили концепцию практически фасады, сделали вход совершенно с другой стороны. Очень интересный входной узел такой смелый. Ну и само решение, оно такое контекстуальное, потому что в нем есть и отголоски как бы деревянной архитектуры. В планах у барнаульских архитекторов еще много идей, связанных с обновлением фасадов старых зданий в городе. Правда, каких именно, пока решили не озвучивать прессе, а сохранить в тайне всему свое время. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Жители Алтайского края уже начали бронировать отели в Горном Алтае и в Белокурихе для встречи Нового года. Причем, как отмечают туроператоры, первые туристы начинают бронировать номера уже в июне. Подробнее о том, куда можно полететь уже сейчас, а также где жители региона отдыхали этим летом, смотрите в сюжете. Кто не успел, тот кэшбэк не получил. С 25 августа по 10 сентября жители региона могли получить кэшбэк за отдых 20%, но не более 20 тысяч рублей. А сама поездка должна состояться с 1 октября по 25 декабря. По словам туроператоров, уже в первые дни акции многие жители края воспользовались такой возможностью, планируя осенние каникулы с детьми. Теперь планировать свой отдых могут и те, кто не готов мириться с осенними холодами. Сегодня для нас доступны многие пляжные курорты с вылетом из Новосибирска. Летает прямой рейс в Египет на курорт Хургата. Также два раза в неделю летает рейс в Арабские Эмираты. И с конца октября заявлена программа «В Таиланд – любимая страна нашими туристами». Будет выполняться рейс на остров Пхукет через Казахстан. Мы очень надеемся, что эта программа состоится. Оставили нам Турцию с вылетом из Новосибирска на курорт Анталии до весны. Из Москвы можно улететь на Мальдивы и Кубу. А что касается Турции, страна заставила понервничать российских туристов. Сегодня в Турции сокращается количество торговых точек и банкоматов, принимающих карты МИР. Однако в барнаульских турагентствах заверяют, что сейчас 70% турецких отелей принимают карту МИР. Если говорить про внутренний туризм, то здесь наш регион, в частности Белокуриха, по словам туроператоров, уже ничем не уступает Сочи. Начиная с апреля там полная загрузка. А сами жители Алтайского края предпочитают пакетные туры в Москву, Санкт-Петербург, Белокуриху, Горный Алтай и не только. Это Хакасия, это Новосибирская область, то есть многие, также очень Кемеровская область, которая не только горнолыжный центр, но и экскурсионный туризм. Туда тоже люди активно ехали. Ну и, соответственно, другие города, которые все больше тоже привлекают внимание. В этом году это вот, например, Дагестан. То есть это направление, наверное, никогда не пользовалось таким интересом и спросом, как в этом году, потому что его очень активно рекламировали, активно раскрывали, какие возможности могут быть в этом регионе. Кстати, жители Алтайского края уже начали планировать новогодние каникулы. Причем есть люди, которые обращаются в агентство за полгода, еще в июне. Среди любимых новогодних направлений – горнолыжный отдых на Телецком, Манжироке, Белокурихе и Шерегеше. В среднем за три дня отдыхающим придется отдать 20-30 тысяч за человека. Концерты, соревнования и кружки по рукоделию – все в одном новом здании. Культурно-спортивный комплекс построили в Шелоболихинском районе по краевой адресной инвестиционной программе. Отметим, что этого события жители райцентра ждали почти 40 лет. А теперь уверены, культурная жизнь на селе в новых условиях станет еще ярче. Анна Рашагирова продолжит тему. Юность в Шелоболихе теперь надолго. До появления этого современного культурно-спортивного комплекса концерты проводили на уличной сцене. Готовили номера в местной администрации. Новодосуговый центр несколько десятилетий был мечтой для сельчан. Неудобства, конечно, были, потому что администрация – это работа с бумагой, это регламент. А клубные работники – это песни, пляски, это громко все. Поэтому, естественно, мешали друг другу. Шелоболихинский район на протяжении последних не просто лет, а десятилетий оставался единственным муниципальным районом Алдайского края, где не было главного культурного объекта. А главным культурным объектом всегда является районный дом культуры. Я говорю о культурном объекте, но и такая же ситуация была и в спорте. И поэтому было принято решение решать обе проблемы одним способом строить комплексный объект, который называется культурно-спортивный комплекс. Досуговый центр строили два года. По краевой адресной инвестиционной программе затратили почти 200 миллионов рублей. И вот долгожданное открытие. К этому торжественному дню коллективы района готовились уже в новом здании. Юность пришлась по душе и в то же время заиграла в душах людей даже преклонного возраста. Сейчас лучше у нас прям настроение поднялось уже. Клуб построили нам новый, теперь есть куда ходить. Молодое поколение тоже не соскучится. Впервые в Шелоболихе появились помещения для кружков по рукоделию и художественному мастерству. Раньше все ограничивалось только уроками ИЗО и труда в школах. Есть где разыграться и спортсменам. Теперь тренировки будут проходить в просторном спортзале. Ну а главное для любого дома культуры, конечно, зрительный зал. Теперь здесь будут проходить концерты и фестивали разных уровней. Откроет кто-то в себе новые таланты, кто-то будет развиваться и идти по спортивной линии. Но то, что здесь никогда не будет умолкать детский смех, радостный. И то, что здесь будут радостно и творчески развиваться таланты всех жителей Шелоболихе, я в этом уверен. Окончательно творческие коллективы переедут в помещение уже в октябре. Тогда и планируется первый крупный зональный фестиваль академической песни. Вместе с появлением Центра досуга рассказывает руководство. Прибавилось и приятных хлопот. Теперь в штат нужно подыскать хореографа и костюмера. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. А этого события театр кукол «Сказка» ждал три года. И вот оно случилось. В Барнауле стартовал Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». До конца этой недели зрители увидят 16 спектаклей театров 13 российских городов. На открытие побывали наши корреспонденты. Второй Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье» – открытие. Барнау принимает гостей спустя три года. В 2019-м в рамках первого фестиваля было обещано провести следующий в новом здании театра кукол «Сказка». Обещание сдержали. И вот мы здесь, это прекрасное событие произошло в прошлом году. Театр уже набрал, мне кажется, какую-то такую энергетику и ход. В рамках фестиваля запланированы показы 16 спектаклей театров кукол из разных городов, в том числе Новосибирска, Красноярска, Омска и Екатеринбурга, а также Республики Карелия. Большинство представлений пройдут в Алтайском театре кукол «Сказка». Особенность «Зазеркалья» этого года – большое разнообразие жанров спектаклей. Я с большим интересом восприняла в афише японскую притчу «Земляника под снегом», которая тоже, мне кажется, интересна. Ну и есть спектакли, которые очень интересны по жанрам. Екатеринбург – это опера марионеток. И, например, спектакль, который, я не знаю, это жанр или это просто, как это называется, кукла на запястье, театр одного актера. Мне кажется, это тоже заслуживает безусловного внимания. Несмотря на то, что «Зазеркалье» – это фестиваль, будет и жюри. Оценивать спектакль предоставят гуру театрального направления, в компетенции которых именно специфика театров кукол. Это эксперты из Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. А также глава Кабинета театров для детей и театров кукол России Ольга Глазунова. Важна режиссура, да, ведь без режиссера ни один спектакль не получится. В театре кукол, как нигде, важен художник. Ну а без актеров куда вы денетесь? Если нет актеров настоящих, будь художник и режиссер талантливый бесконечно, но если нет актеров настоящих, то ничего не получится. В рамках фестиваля пройдут и мастер-классы для театрального состава театра кукол и его руководства. Впервые мы для себя запланировали проведение мастер-класса по теневому кукловождению. Виктор Леонидович Платонов в два дня с нашими бутафорами по нашим запросам будет отвечать на те вопросы, которые нас интересуют, и делиться теми современными наработками, которые уже имеются и которыми мы не владеем. Уже в первый день фестиваля, а он продлится до 25 сентября, зрители смогли увидеть спектакль Красноярского театра кукол «Затворник и шестипалый» по повести Виктора Пелевина. А 23 сентября на сцене сказки «Шекспировский сон в летнюю ночь» от Алтайского театра кукол. Труппы и руководитель надеются, что жюри по достоинству оценят их работу. Напомним, билеты на все спектакли фестиваля можно приобрести и по пушкинской карте. Ольга Иванова, Андрей Печоркин. День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо» Алтай сыграли первые матчи в новом сезоне первенства ВХЛ. Подопечные Евгения Бакланова отправились на выезд к Саратовскому «Кристаллу», но легкой прогулка не оказалась. Хозяева Цепко отыграли каждый момент. Как итог, две победы у барнаульцев, столько же у «Кристалла». О том, как складывались поединки и комментарии главных тренеров после серии игр, об этом всем в материале Дмитрия Дроздова. Первых игр обновленного состава «Динамо» Алтай ждали с нетерпением. Однако ожидания оказались далеки от реальности. В матче открытия первенства высшей хоккейной лиги от наших ждали уверенной победы. Но, как говорится, мы в хоккее. Победа «Кристалла» 3-2. А вот во втором матче барнаульцы взяли реванш и обыграли хозяев 3-1. Я хочу отметить, что наша структура игры не менялась во всех четырех играх серии. Независимо от результата, команда играла по той установке, которую мы ей давали. И это устраивает нас. Да, есть ошибки, недоработки, но структура остается единой. А вот третий матч в серии – холодный душ для гостей. 2-0 наши вели и, казалось бы, были шансы на победу. Правда, гости с этим не согласились и полностью перевернули игру, забросив шесть безответных шайб ворота барнаульцев. Просто безобразное начало матча в нашем исполнении. Проигрывали 0-2. Хорошо, что пришли в себя после этого холодного душа. Две трудовые шайбы Шастова и Фильна вернули нас в игру. В перерыве мы донесли до парней все, что хотели, и команда заиграла. Моменты, которые мы создавали накануне, были реализованы. Отсюда и счет на табло. Дмитрий Дроздов. День с толком. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует.